Друзья, а вы никогда не хотели вернуться в прошлое, поностальгировать по былым ушедшим от нас временам, по былым играм, которые пользовались популярностью еще в 70-80-х годах 20 века, и в которые еще играли наши родители. Ну что же, встречайте на своих экранах легендарнейшую игру всех времен и народов, которая называется Pac-Man. И не просто Pac-Man, а Pac-Man 256. Pac-Man 256. Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я, Кирилл, и мой канал Кирилл Ржевский. И начиная с этого видео, я открываю свою новую рубрику на канале, которая называется «Рандомные игры». В этой рубрике я буду записывать игры, но не как обычно, а на один раз. Я не буду делать по играм прохождение и для летсплеев, я сделаю по ним одно или максимум два видео. Ну что же, данная игра Pac-Man, мне в эту игру посоветовал поиграть мой друг Павел Булгаков. И сначала, когда я увидел эту игру, она мне довольно-таки не понравилась. А потом, когда я уже в нее поиграл, я поймал некий азарт, и мне эта игра стала приносить удовольствие, и я стал играть в нее все больше и больше. Ну что же, в данную игру я играю на компьютере с эмулятора на Android Nox. Вы можете скачать эту игру с Play Market. Давайте, собственно, приступим к данной игре. Ну что же, главным героем данной игры является Pac-Man. Многие называют его кусочком пиццы, кусочком каравая, также колобком, но Pac-Man остается Pac-Man. Задача данной игры собрать в лабиринте все точки и не попасться в лапы злодеев-привидений, которые будут пытаться поймать вас на протяжении всей игры. Чем больше вы соберете точек, тем больше будет составлять ваш счет и ваш рекорд в дальнейшем. Также на уровне нельзя попадаться в лапы вируса, который из-под низа вверх будет идти и пытаться вас поглотить. На уровне вы можете встретить белый жемчуг, я его так называю. С помощью него вам будет доступна возможность за определенное количество времени съесть привидения. Они будут подсвечены синим цветом и они будут от вас пытаться убежать. И когда это определенное время закончится, то привидения снова будут активны и снова будут пытаться вас съесть. Самые зловредные привидения это розового цвета. У них у каждого есть свое имя, но имена я не запомнил, к сожалению. Поэтому будем просто считать их привидениями. Я, кстати, играл не только в эту версию, я играл и в онлайн, в интернете, в самом Яндекс.Браузере, в Пакман. И, кстати, очень много версий, хочу вам сказать, ребята. И в каждом вообще Пакмане есть одна цель – собрать как можно больше белых точек. Ну что же, собственно, также вы можете на уровне встретить либо фрукты какие-то, это вишни, клубника, яблоко и многие-многие другие. Ну что же, давайте уже приступим непосредственно к самому Пакману и всем вам советую в него поиграть. Так, данный Пакман на Android, поэтому нам показывает этот пальчик, что нам нужно передвинуть свой пальчик по экрану вверх. Так мы сможем управлять нашим главным героем. Но так как у меня не Android, у меня компьютер, поэтому я буду это делать не с помощью пальца, а с помощью мышки. И буду передвигать ею не по экрану своего телефона, а по экрану своего стола. Ну что же, давайте приступим и, собственно, вольемся в мир Пакмана. Ну что же, вот мы пошли, мы можем управлять. Я, кстати, отключил курсор мыши, чтобы не было видно мышку. Вот мы собрали с вами клубнику, также мы можем с вами телепортироваться. Вот сюда, ой, обратно, обратно. Вот этот белый жемчуг, с помощью него мы можем поедать вот эти вот синие привидения, но за определенное количество времени. Также мы можем собирать монеты. Еще хочу сказать, отличие данной версии от всех других Пакманов в том, что мы можем пулять... Мы можем собирать также лазерное оружие и можем собирать гранаты, которые будем использовать против привидений. Вот, у нас уже первый проигрыш, и, кстати, вот сзади был вирус. Если мы попадемся на этот вирус, то мы проиграем. Так что у нас главных две преграды. Это вирус и это привидение. Давайте продолжим. Итак, продолжим. Да, так, у нас есть несколько попыток, мы потеряли первую попытку, давайте дальше будем собирать и передвигаться вперед. Наша задача перемещаться все выше, выше и выше, и собирать как можно больше белых точек. И тогда мы получим определенный рекорд и сможем порадовать своих друзей. И, кстати, в эту игру можно, ну, вообще в данную версию можно играть не только одному, так же можно играть с друзьями. Так, придется нам переместиться вот так. Ну, по-моему, максимальное количество игроков в данную версию это 4. По крайней мере, так было написано в описании игры. Так. Вот, снова нас атакует вирус, мы не должны расслабляться. Кстати, самые привередливые здесь привидения это розового цвета. Они будут, если они вас увидят, то они будут пытаться всеми силами вас догнать и съесть. Такие самые пассивные это серые, они просто будут стоять на одном месте. Ну, а такие, которые рандомно ходят, это зеленые и это синие. Так, давайте продолжим. У нас наш рекорд 1089, но это я играл сам, у меня был рекорд 1926. Ну, вы должны набить как можно больше. Здесь один уровень, здесь нет уровней, здесь только один уровень, и за этот уровень вы должны набрать как можно больше белых точек. Давайте еще раз попробуем сыграть. Собственно, я думаю, что данный обзор не затянется так надолго. Так. Так, сейчас собираем гранату. Собираем монету. Так, мы можем съесть привидения. Ух, ух, вот это лук. Возможно, я что-то еще не сказал о данной игре. Но, тем не менее, самое основное я вам изложил. Ой. Так, вот, как видите, еще есть оранжевого цвета привидения, они будут передвигаться рандомно. Старайтесь избегать особенно розовых привидений, потому что они будут... За вами гнаться! За вами гнаться! Вот, собственно, меня уже поймал. И игра окончена. Ну, как я понимаю, у нас здесь всего две попытки. И, собственно... За эти две попытки мы должны набрать как можно больше монет. Не монет, а белых точек. Опять у нас реклама. Давайте снова продолжим. Да, вот такая вот у нас игра. И, кстати, ребята, хочу вам сказать, не путайте привидений, которых можно съесть, с привидениями просто синего цвета. Потому что привидения, которых можно съесть, они будут подсвечены синим цветом. А те привидения, которых съесть нельзя, они будут такого голубоватенького цвета. Ну, сейчас нас вирус поглотит. Пока нас вирус еще не поймал. Так, вот у нас уже вторая арена, уже желтая подсветка. И вот три розовых привидения. И фиг его знает, как нам, собственно, быть. Все, капец, ребята. Нас окружили. Нас окружило и красное привидение, нас окружили и вирусы, нас окружило и розовое... Три розовых привидения. Собственно, такие вот дела. Да. Давайте сыграем дальше. Ладно, сыграем еще один раз. И, кстати, наверное, я сделаю скриншот... ...скриншот данной игры, потому что этот эмулятор позволяет делать скриншоты. Хочу вам сказать, ребята, что предлагайте свои идеи в комментариях. Какую игру мне еще записать. Такую, чтобы она проходилась на один раз. Наподобие Пакмана. Это может быть и андроид игра, это может быть какая-то старенькая ПК игра. Ой. Да, еще одна особенность, это то, что розовое привидение, оно двигается, в отличие от всех, довольно-таки с высокой скоростью. Так что его больше всего остерегайтесь. У нас последняя попытка, давайте мы попробуем ее использовать. У нас лазерное оружие. Оно, кстати, самое мощное. С помощью него мы можем уничтожать привидений. Так, вот красное, розовое привидение. Мы сразу собираем жемчуг и поедаем это привидение. Вот мы собрали с вами какое-то оранжевое яблочко. Вот уже розовая арена. Так, быстренько. Нет, нам не дали. Нам не дали просто-напросто закончить игру. Да, вот, собственно, в чем и состоит азарт данной игры. Вы хотите пройти как можно больше арен. То есть, по сути, это одна арена, но когда вы проходите ее, цвет арены меняется. То он синий, то он желтый, то он розовый. И, в общем-то, в зависимости от того, сколько времени вы уже играете, цвет арены будет меняться. И, собственно, вообще особенность данной версии, это как раз-таки наличие вот этого вот вируса, который нас поглощает. Потому что, допустим, в классическом пакмане там нету вируса. Там просто нужно передвигаться по уровню и собирать все монеты. Но, так как меня мой друг попросил пройти именно эту версию, поэтому я рассказал именно об этой версии. А так я играл сам достаточно большое количество версий, поэтому могу много чего об этом рассказать. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась игра. Давайте мы с вами... Так, вот тут можно, кстати, сравнивать результаты, соревноваться с игроками Google Play. Да. Да, вот. Вот такая вот игра. У каждого призрака особая манера поведения. Да, вот. Вот именно об этом я и говорил, что одни призраки стоят на месте, другие перемещаются рандомно. То есть, как им хочется. Розовые они именно за вами ходят. И красные они вообще перемещаются непредсказуемо. То есть, могут за вами, могут там сами по себе. В общем-то, да. Так что, ребята, вот такая у нас получилась игра Pac-Man 256. Скачивайте ее на Android. Не пытайтесь, не ищите данную версию именно на компьютер. Просто скачайте данный эмулятор. Он даже для слабых ПК, в принципе, подходит. Кому нужно, я оставлю ссылку в описании на данный эмулятор. И, собственно, заходите в Play Market, пишите Pac-Man 256, и он будет высвечен. Вы просто нажимаете на него, и он у вас скачается. Самое главное, это иметь просто место на вашем андроиде. Я даже сам скачаю его на свой андроид и буду в него играть. Ну что же, вот такой получился у нас сегодня обзорчик на игру Pac-Man 256. Надеюсь, он вам понравился. Оценивайте данный обзор, ставьте этому видео лайк, комментируйте, пишите свое мнение, как вам вообще эта игра. И также прошу вас подписаться на мой канал Кирилл Ржевский. На этом я заканчиваю данное видео. Видео в рубрике «Рандомные игры» будут у меня выходить по выходным. Так что ждите и, собственно, пишите, как вам вообще данная рубрика, вам нравится или не нравится. Ну все, с вами был Кирилл Ржевский, ребята. До свидания, подписчики, до свидания, зрители. Увидимся мы с вами в следующем моем видеоролике. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...